Проблема аварийного жилья в Чувашии должна быть решена полностью в ближайшие 5 лет. Масштабные работы пройдут в рамках республиканской адресной программы. Предстоит расселить более 4000 человек. Сносу подлежат порядка 200 домов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Жителям сразу пяти муниципалитетов региона уже впору готовятся к новоселью. Первый этап республиканской программы стартует в этом году. В его рамках необходимо снести порядка 3000 квадратных метров аварийного жилья. Сегодня это задействованы Аликовский район, Паритский район, Урмарский, Алатыри, город Шумер для всего. На этом этапе реализуются 2,9 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня поставлена задача такая, что вот эти все 2941 квадратный метр необходимо расселить в этом году. В принципе, то, что я доложил, считаю, что эта работа сейчас ведется. Я думаю, что к 31 декабря, вернее, к 31 декабря, мы эти работы должны быть завершены. Всего же в республике два года назад признали аварийным 90 тысяч квадратных метров жилья. Реализацию первого этапа программы поддержат фонды содействия реформированию ЖКХ. С руководителем ведомства глава региона встретился в Москве. Руководителем фонда Константином Георгиевичем я переговорил. Мы должны лучше подготовиться и по этому году за счет 2020 года средства перекинуть надо будет на 2019 год, в конце года. И тем самым выполнить все те обязательства, которые взяли мы перед теми, кто проживает в аварийном жилищном фонде. Главный вопрос, за чей счет будет реализована столь дорогостоящая программа. Часть расходов федеральный центр возьмет на себя. Среди других вариантов предоставлять новые квартиры по договорам найма и льготной ипотеки. К решению проблемы аварийного жилья необходимо привлекать и инвесторов. Докладывал на Государственном совете президенту Российской Федерации. 2018 год был переходный год по изменению законодательства, по определению статуса переселяемых. Имеется в виду ряд других особенностей. Федеральная законодательная норма перетерпела соответствующие изменения. Земельные участки на месте уже снесенных домов не должны простаивать годами. Такую задачу перед властями муниципалитетов обозначил Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева, Игорь Зверев и Андрей Шоклев. Республика.